Слава Иисусу Христу! Решил еще снять видеоролик на ту же тему о церкви что творится сегодня в Русской Православной Церкви о глобализации тоже ИНН, паспорта, чипы хочу ознакомить вас с материалами вот у меня в руках посреди Библии открытым оком издание Игнатия Лапкина страница 375 В наши дни, говорит старец Паисий Святогорец интересоваться и беспокоиться за состояние, в котором находится наш народ это исповедание ибо государство воюет против божественного закона церковь разрушает ничего скажет кто-то а сам дружит с теми и с другими только бы потеплее устроиться а что потеплее его самого в конце концов устроит дьявол вот эта дружба с этими разрушителями то есть или хвалить тех которые разрушают церковь государство то есть говорит что все хорошо все так должно быть слава богу то есть это и есть предательство то есть в конце концов это все сведется к тому что их устроил устроит антихрист все будет хорошо соглашательство такое я уже там приводил данные что вот страница 390 эти волки в овечьей шкуре давно уже заслужили анафемы не только как экуминисты глобалисты цареборцы но и как христопродавцы здесь говорится о этих экуминистах которые влезли в волки влезли в церковь и разложили ее изнутри это воззвание главного совета союза русского народа по поводу обращения епископа Диамида к русским людям сколько страница 352 вопрос 4099 сколько можно обличать одновременно бездействовать это уже похоже на перемывание костей на завалинке если мы православные то обличаем мы брата своего только для его спасения кто хочет спасения еретикам помогните им оставьте их храмы пустыми пусть опомнятся но нет мы же думаем только о себе где где же нам молиться причащаться да и собор на осуждение не было а будет ли когда вы соберете собор или вы его специально не собираете и пусть себе православные христиане причащаются из одной чаши с еретиками не победим владыка диамид он уже победил анафема уже существует а у епископата теперь есть выбор покаяться исправиться или умереть вне церкви анафема никогда не отлучает от церкви она лишь констатирует факт отпадения от церкви еретика анафему произносят не для наказания а для исправления грешника газета дух истины написал еврей евгений смолянинов то есть наше бездействие это тоже как бы предательство своего рода мы должны определиться сделать выбор мы с этими или с другими да я вот эта книга написана еще в 2008 году по моему 2009 я в 2008 только в Москву приехал еще об этом ничего не знал и мне не снилось что творится в церкви то есть я получается один из самых последних кого Господь ввел в курс дела более или менее то есть отрезвил то есть показал что происходит и благодаря Господу конечно я сделал свой выбор страница 459 они хотели было совершать паломническую поездку в Оптину вопрос 4103 так талмудические правила прямо предписывают жидам вступать в ряды православного духовенства с целью проведения работы по осквернению престолов и алтарей по разрушению духовенства и растлению верующих то есть вот эти талмудисты волки которые влазят в церковь о них Господь говорил еще ну и этот апостол это и есть жидомасоны колено данного хасиды там каббалисты там как они у них ничего святого нет они влазят разрушают государство то есть они внедряются и изнутри все создают общество всякие антинародные антиправославные вот это в алтаре вот по осквернению престолов и алтарей по разрушению духовенства растению верующих и не случайно все маломальские значимые современные монастыри в том числе и оптина более чем наполовину забиты жидами для которых по слову преснопамятного владыки Иоанна Снычева не существует моральных и нравственных правил принятых в христианском обществе они не считают нас за людей даже находясь в сане или нася монашескую рясу когда я после нападения на брата приехал в монастырь и при встрече с Марком спросил его зачем он это сделал он нисколько не смущаясь ответил мне как подобает ответить талмудическому жиду умолкни животные по их священным кавычках а на самом деле сатанинским книгам мы не люди потому потому для жидов лгать положа руку на евангелие сущий пустяк проникая в монастыри жиды отравляют все вокруг себя ядом подозрительности доносов и интриг неугодных же и непокорных смиряют в кавычках страхом наложения прещений снятия иночицких одежд а придется жестокой физической расправой вот что у нас творится это в Оптиной пустыне еще в те годы поэтому и неудивительно что уже сейчас все слились с еретиками и дальше мы прочитаем что там в этой чаши может быть так страница 512 что говорили святые о еретиках 20 января Ефимий жития святого Ефимия он говорил еретики это видимые бесы это видимые бесы то есть это опасная вещь и мы знаем из истории церкви что ну был например такой Арий да и святитель Николай ему пощечину дал и Александр Александрийский святитель постоянно противостоял этим ересям и Афанасий святитель но до него ничего так и не дошло это беспокаянные люди какие-то это видимые то есть это видимые бесы я как-то вполне наверное согласен с этим то есть это видимые бесы а бес что его его надо только казнить что и делал Елсив Володский он пошел сказал князю что так и так если ты их не казнишь этих бесов в рясах епископских то церковь будет разложена поэтому вот вот святые говорят описывается то как в Египте все считали одного старца святым а Ефим увидел что дьявол вынимал из него душу трезубца 23 июня покаяние Феофила дьявол гладил его по бороде и целовал в уста только слушайся меня сказал дьявол дам власть больше епископской бесы шли с зажженными свечами и в светлых одеждах 2 октября Андрей юродивый когда хоронили богатого то он видел как бесы кропили тело его зловонной водой и сыпали пепель и проклинали похоронную процессию и в первую очередь священнослужителей видел однажды похороны неверующего богатого священники пели со святыми у покой а бесы в это время кропили умершего зловонной водой сыпали золой и говорили бедные христиане человека повинного во всех грехах ублажают и видел это только один человек всегда значит может же быть такое ослепление всех до одного когда дух лжи во всех репортерах и во всех референтах патриарших в его окружении вот такие дела страница 613 вопрос не помню это интервью епископа диамита вопрос 4121 мы видим что экуминисты все дальше и дальше стараются увести нашу церковь от спасительного пути из-за этого многие люди покидают церковь уходя в расколы это как раз и есть следствие того что мы проблемы духовные замалчиваем пытаемся акценты перенести на другое например на ложную любовь к еретикам а своих православных людей мы бросаем не решая те проблемы которые возникают и те смущения которые обуревают паству мы не делаем ничего чтобы это смущение прекратилось и началась нормальная духовная жизнь когда меня обвиняют что я выношу мусор из избы это не так мое обращение печаталось в сугубо православных изданиях которые сегодня пострадали за то что осмелились его опубликовать а вот те кого обличили обличило обращение бросились шельмовать меня в светских СМИ так тоже выносит мусор из избы вместо того чтобы решать небольшие вопросы решили просто избавиться от человека как сказал митрополит Кирилл Гундяев апостасию остановить нельзя ну что он сделал чтобы ее остановить мы должны обличать чтобы людские души шли не вслед антихриста а избирали путь спасения со Христом вот это как раз экуминизм вот это движение это идти вслед антихриста вот это сейчас безбожник который захватили власть церкви который соединяет истинную веру с этими еретиками то есть они ведут этот народ ведут вслед антихриста поклонению антихристу экуминисты говорят что мол сейчас ни о каком объединении религии нет речи но верующим изрядно надоел этот надоел этот маскарад когда говорится одно а делается совсем другое разве не готовится встреча нашего патриарха с римским папой ну в 2009 году об этом говорили в 2016 это произошло разве не ясно что на этой встрече будет идти речь о соединении сначала межхристианские всякие идеологии когда всех еретиков вместе с нами в один котел сольют затем межрелигиозные чтобы признать единые нравственные ценности у всех а потом уже придет антихрист таковы их планы а мы обязаны этому отступлению всячески противостоять и не поддаваться многие сейчас уже открыто рассматривают вопрос как как нам плавно войти в глобализацию в этот апостасийный процесс это неправильно если болезнь не лечить то организм погибнет так и церковь страница 617 епископ беларион алфеев заявил что требуя выхода из экуменического движения вы способствуете расколу международного православия это вопрос тоже задают епископу Диамид касается церковного единства то она может быть только в истине объединяться ради единства при этом жертвуя истины могут только еретики страница 643 1 Фессалоникийцам 5 4 7 но вы братья не в тьме чтобы день застал вас как тать ибо все вы сыны света и сыны дня мы не сыны ночи но тьмы мы не сыны ночи не тьмы и так не будем спать как и прочие но будем бодрствовать и трезвиться ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью а под мнимым в кавычках возрождением внешним показным зачастую скрывается последовательно циничное построение системы антихристовой системы антихристовой церкви в кавычках интегрированной в богоборческую госсистему с одним общим закулисным руководителем многие до сих пор не возьмут в толк тот факт что антихристовой церковь в кавычках упомянутой апокалипсисе враг будет возводить не рядом с каждым возрожденным православным храмом но будет утверждать свою сатанинскую власть внутри православия в лоне церкви и стеной вот что произошло постепенно потихоньку туда влезли все поменяли выбрали своего лжек патриарха соединились с католиками с еретиками сейчас молятся в храме и все это считается все нормально многие смотрят батюшки все там да все ничего страшного не произошло все великого нашего господина да ужас какой-то для того то и необходимо ему перевоспитать в соответствующем духе нынешнее духовенство и погасить источники благодати извратив священную литургию изгнал чистоту православной веры изгадив изгадив вот это есть если поминает патриарха еретика в алтаре и других там я не знаю может они там про себя потому что вслух они одно говорят про себя совсем другое может папу римского уже там поминают я не удивлюсь если это делает гундиай Кирилл поминает этого ярого сатаниста такого про папу довольно таки много информации в интернете очень много это на папу всегда выбирается кандидат из иезуитской этой группировки масонов иезуитский орден это ярые сатанисты там что только не происходит в прямом доступе можно ознакомиться кому как говорится не лень для того чтобы папа стал папой как бы ему он должен пройти там 9 круг считается 9 круг он сам лично убивает младенца сам лично там пьет кровь то есть вот это все описывается ну кто верит кому не верится это в прямом доступе полно информации от этих от этих католиков которые они явно поклоняются сатане антихристу и они поют там вот во услышании полно этих видео сейчас сейчас уже скрыть скрыть то уже вот этот срам уже невозможно только прилещенные смотрят и считают что это все хорошо все нормально что можно у этого сатаниста благословиться там можно только скверниться и у этих остальных еретиков кардиналов так так Внутри православия, так, в лоне церкви истины. Для того-то и необходимо ему перевоспитать, в кавычках, соответствующим духе нынешнее духовенство и погасить источники благодати, и извратил священную литургию, изгадил чистоту православной веры. Что мы можем этому противопоставить? Надо в собственной душе возводить храмы и в собственных семьях монастыри. А то, что официальная церковь, в кавычках, обо всем этом молчит, неудивительно. Что могут сказать о духовных проблемах чиновники-бюрократы? Чем тут может помочь формальная организация, возглавляемая зачастую сребролюбцами, карьеристами и вероотступниками? Какая нужда им пилить сук, на котором они так комфортно устроились? Что им до благодати Божьей, пока копеечка звенит? Вот почему неписанные уставы этой новой церкви, в кавычках, в основе их новорусской веры, их шулхано-рухское толкование, священописание и пути и спасение давно не соответствуют святому православию. Не нужен им спаситель. В их лицемерном вероучении вообще нет места живому Христу. Конечно, жить целиком и полностью духом, и в духе, как заповедал Христос, удел немногих отвергнувших красная мира сего. Но обрести жизнь в сердце своем, возможно, любому христианину, ибо этого жаждет сам спаситель. Только вряд ли благодать Божия станет врачевать лукавых, ленивцем, даже не стыдящихся своей духовной ноготы. Когда же мы станем настоящими русскими, верными сынами Божьими, как и предки наши воинами Христовыми. Когда поймем, что нательный крест – это ответственность за всю Вселенную, за каждую душу, что духовный масштаб христианина не имеет границ ни пространственных, ни временных, ни духовно-познавательных, ни подвижнических, ни иных каких. Все возможно мне во Христе Иисусе. Нет, спим. Зачем же мы тогда вообще ходим в храм? В храмы Божьи. Кому? Что мы выносим из них? Как служим Богу? О чем молимся? О чем каемся? Вообще, где мы? И мы ли это отцы и братья? Зачем мы, если духом не видим друг друга в мертвятскую, уже давленной пустыне Российской Федерации, на которой осталась только уходящая тень былой Святой Руси? Доколи люди русские? По что нам жизнь такая, если она не Богу, не Матери Церкви, не близким во Христе? Тошно, дорогие мои. Тошно, други мои. Воистину только. Мертвые сраму не имут. В кавычках. Ответь себе каждый. Какой выход видишь ты из нынешнего нашего вселенского позора? Мои грехи не позволяют мне видеть далеко, а потому на первом месте ставлю ныне покаяние пред лицом Божьим. И на закуску. Вопрос 4124. 647 страница. Поэтому же домосоны не успокоятся до тех пор, пока окончательно не перестроят, в кавычках, изнутри православную церковь. И святые отцы в своих откровениях пишут, что незадолго до воцарения Антихриста, геерархии, архиереи и священники того времени в сердцах своих отступив от Христа, дерзко и нагло посмеют видоизменить, в кавычках, православную церковь, то есть нарушить основные таинства и исказить православное богослужение. Таким образом, в наше время православная церковь, по сути, своей уже является обновленческой, схваченной изнутри священниками нового лукавого листевого направления. Но в скором времени новые жидовствующие архиереи и священники уже официально создадут обновленческую церковь, в кавычках, которые официально утвердят серьезное отступление от православия. Вот что и произошло, братья и сестры. Во свете Библии с открытым оком. Гнаки и Лапти. Помоги вам, Господи, разобраться в этих нелегких вопросах и сделать шаг навстречу Богу. Иначе никак. Если не будем с Господом, а будем с этими еретиками, тогда нас ничего хорошего не ждет. То есть Антихрист придет незаметно и заклеймит только и все. А сейчас уже все документы, все подписывают, все принимают эти паспорта антихристовые. То есть соглашаются полностью, ну совсем, соглашательства. Конкретные соглашательства. Помоги вам, Господи. Кто имеет уши слышать, да слышит. Слава Богу за все.